Сто лет – это не много, не мало, а целый век, за который поменялись исторические эпохи и поколения людей. И именно сто лет назад на РТШ состоялись первые парусные гонки. Воды с тех пор утекло немало. Увлечение энтузиастов переросло в вид спорта, сложились свои традиции и воспитаны талантливые спортсмены. Вековой юбилей омского парусного спорта с размахом прошел в акватории культурно-спортивного комплекса «Зеленый остров». Творческие, танцевальные, певческие и спортивные детские коллективы подготовили для их сменов большую концертную программу. Номера художественной самодеятельности сменялись словами поздравлений. Я уверен, что все, кто сейчас занимается парусным спортом, и кого еще привлечет в ряды любителей этого вида замечательного спорта, продолжат славные успехи и достижения омских их сменов. И история омского парусного спорта будет продолжаться замечательными успехами и традициями. Славными традициями омский яхт-клуб обязан в том числе и своим ветеранам, тем, кто на протяжении многих лет с энтузиазмом работал и смог передать свое увлечение следующим поколениям. За заслуги в развитии парусного спорта в Омской области, активное участие в подготовке и проведении физкультурно-массовых мероприятий, пожилые люди награждены благодарственными письмами губернатора Омской области. Парусный спорт, он развивался в нашей стране по-разному. Были подъемы, были спады. И очень хорошо, что в столетний юбилей он у нас на подъеме. На подъеме за счет государственной поддержки. На подъеме за счет детского спорта, который у нас стоит во главе. В 2002 году, благодаря созданию Омского губернаторского яхт-клуба, парусный спорт в регионе получил государственную поддержку. Это сразу сказалось и на росте массовости и спортивных результатах. В яхт-клубе и его филиалах сегодня занимаются около 500 спортсменов, постигающих непростую науку хождения под парусами. Мы все живем этим парусным спортом. Мы на свое время не смотрим, задерживаемся, работаем по 12-16 часов, потому что нам это нравится. Люблю приходить, нравится ходить на яхте. Вот это вот ощущение, когда ты идешь под парусом, без какой-то посторонней помощи, мотора, чего-либо. Просто приятно даже отдыхать, выйти, отдохнуть, у себя расслабиться после трудовых будней. Омский парусный клуб считается одним из лучших в Сибири и ежегодно готовит дипломированных яхтенных рулевых. Среди воспитанников гордость российского масштаба. Олимпийский чемпион Александр Музыченко. Большим достижением яхт-клуба считается и путешествие яхты «Сибирь», которая совершила кругосветное плавание и пронесла флаг Омской области через территориальные воды более 40 государств. Конечно, романтика дальних странствий, морских путешествий всегда манила и будет манить любителей этого замечательного вида спорта. Все новые и новые юноши и девушки вливаются в их число, потому что это такой спорт, который позволяет развивать настоящее качество спортсмена, чувство взаимовыражки, помощи, ловкость, мужество, смекалку и многие-многие другие. Яхтсмены отметили юбилей своего клуба соревнованиями. Три дня в акватории Зеленого острова проходили старты яхт различных классов, гонки в одномоторниках. Своё мастерство показали спортсмены на гидроциклах и водных лыжах. И все участники праздника желали омским парусникам семь футов под килем, гостеприимных берегов, счастливого плавания и доброй воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова